Есть такая вещь, я слышал от Андрея, по-моему, это было не в лекции, а то ли на преподавательском курсе, то ли это просто в личной беседе было. Он такую вещь сказал, очень мудрая, очень мудрая вещь. Когда человек начинает тратить свою энергию на страсти, он автоматически теряет сострадание. То есть такой человек просто не понимает какие-то заботы, какие-то беды других людей. Он начинает концентрироваться на себе, на своем счастье. Понимаете? Любовь – это такая штука, например, любить нужно не то, как конкретно одного человека, а любить нужно всех живых существ. В этом смысл. То есть когда вы любите какую-то только частичку, и тем более начинаете как-то привязываться именно к этой частичке, то это не вполне корректно. Потому что это можно делать, конечно, безусловно. Я ж не спорю. Частичку привязываешь к себе. Да, я ж не спорю. Как бы можно. Мне не про привязанность. Про привязанность все понятно. Мы от них особо… Такой путь как бы тоже есть. Привязанность мы отрезаем. Я имею в виду настоящее. Настоящее – то же самое. То же самое. Еще хуже. Такой путь тоже есть. Действительно, как бы можно его пройти. Но к какому результату это придет и будет ли это эффективно для вашей жизни – это большой вопрос. Потому что действительно, я же вам говорю, есть такие примеры, когда ребята просто сходят с пути преподавания. Именно из-за того, что в их жизни проявляется какой-то партнер, супруг, который, к сожалению, не следует тем же идеалам и тем же принципам, которые вот этот парень, например, или вот эта девушка следовала или хотела следовать. Он как бы его сводит. Это очень позитивно. Даша, в принципе, вам вчера об этом рассказывала, что это крайне-крайне редко происходит, когда люди, они соединяются не только на страстях каких-то так, что любовь, морковь и так далее, но они видят тот путь, к которому нужно идти, и они идут вместе к этому пути. Почему? Потому что это крайне-крайне эффективно. Семейный союз в этом ключе, он крайне эффективен. Почему? Потому что мужчина будет поддерживать женщину на этом пути, и женщина будет поддерживать мужчину. То есть им и я, они будут как бы вместе, едины, но только в том случае, если они будут служить другим людям, понимаете, не для себя. То есть если они будут как бы не обособлены ячейкой общества, вот они, допустим, сошлись, и они начали какое-то, как сказать, какие-то семейные взаимоотношения, начали расти детей, вот только для себя. Вот у нас вот будет в семье счастье, а все остальные пусть идут лесом, то есть мы не будем на них обращать внимание. Это как бы некорректно, на мой взгляд. Разумеется, такой путь есть, это путь вайшьё, то есть ремесленника. Ремесленника это, в принципе, достойный путь, который в современном обществе должен быть. Это тот базис, который должен быть в современном обществе. Сейчас как раз эту базу разрушили, то есть сейчас этой базы нету. И очень сложно говорить о таких вещах, о которых мы сейчас с вами говорим, о том, что семейные союзы бывают разные, например. Когда мы сейчас смотрим, и у нас даже нормальных, обычных союзов нету, по сути, так ведь. Когда у нас 70% всех семейных союзов просто разрушаются. Они даже не понимают ценности того, что нужно родить детей, например. То есть нужно родить как можно больше детей. Сейчас этого понимания нет, это очень, к сожалению, плохо. Если рассматривать семью, то, в принципе, есть у Андрея Верба очень хорошая лекция на эту тему. Семейные взаимоотношения, откуда берутся Будды. Очень хорошая лекция, рекомендую посмотреть. Она, по-моему, прочитана в Капеловасту. Очень хорошая лекция. Если эта тема заинтересовала, обязательно ее посмотрите.